В команды UROP Наконец-то мы загрузились, да, были проблемы с загрузкой у одного из игроков в команды Osliki Gaming Как мы видим, с худом у меня остались небольшие проблемы, но я думаю, это я решу после того, как уже трансляция наша закончится на сегодня UROP состав команды, играет она сегодня за сторону Radiant, Arzak, Afterlife, Soma the Slayer, Undershock И будем называть Некто Вот так вот, я потому что не знаю, как правильно прочитать этот никнейм на японском И даже не буду пытаться это сделать, поэтому будет так, как есть Против них Osliki Gaming, сторона Dire, Screen, Judo, Sunswet, Obi-Wan, Banan и Стрелочки Такие вот составы имен, ну не то чтобы громких, но знакомых нам достаточно для того, чтобы посмотреть этот матч И, собственно, он уже взял свой старт Ослики Gaming первым баном убирают Вайда, им в ответ убирают Дума и Рейзера и второй бан от ОСГ Да, у нас немного получается С задержкой идут сегодняшние игры Все-таки, сами понимаете, были и задержки, и паузы, и большие перерывы между играми Но надеюсь то, что эта игра у нас пройдет без долгого ожидания Следующий матч, который будет сыгран у нас на трансляции на StarLadder 8 в регионе КИС То есть СНГ 20.00 под сету, 21 Киев, 22 Москва будут играть такие команды, как МИД против команды Don't Waste Time Они же ДВТ И хотелось бы сказать то, что параллельно на канале StarLadder 7 играются матчи EU региона И в данный момент там стартует матч BPI против Ashok EU Поэтому, кому интересно, залетайте туда, а проще, опять-таки, включайте мультитвич Ссылку на мультитвич можете найти у меня в паблике В икаком слэш в Рабице с ЛТВ Поэтому, если хотите, залетайте туда Ну а у нас с вами матч Первым пиком Ликантроп для Уроп и Тинкер с кем-то Сейчас залетит для Осли Да, банят Петуха еще на первой стадии банов Тайд Хантер, отличные два героя Просто те герои, которые, если и остаются, то и такими героями принебегать нельзя У команды Уроп уже есть неплохой пуш-потенциал в виде Ликантропа плюс Ховаль Ну и Тинкер с Тайд Хантером просто отличный замес, 5 на 5 И Тимфайт становится очень-очень сильным Особенно за счет Тайд Хантера Ну и Тинкер в соло, понятное дело, вырубать может кого угодно Там на протяжении какого-то, там, спустя 40-50 минут Когда у него уже появится некоторый артефакт Shadow Shaman Опять же, герой взят на пуш Не знаю, будет ли баниться какой-нибудь профит Или лишь рак, или что-то подобное Что может помочь вот этой связке героев пушить ТВРа Потому что уже пуш-потенциал у команды Уроп очень-очень сильный Ну что, третий бан Кстати говоря, на следующей неделе у нас появится билет в Дота ТВ на Pro-серию Поэтому, если есть желание, если есть возможность, обязательно покупайте этот билет Игр стоящих очень-очень много И пропускать такие игры Особенно тем ребятам, которые только стараются дойти до Pro-серии Или подняться на какой-то выше среднего уровень, так назовем Да? Вот я сам по себе советую вам смотреть такие игры Потому что именно они будут добавлять вам некий опыт Конечно, я не говорю забивать на трансляции именно топовых коллективов Это понятное дело Но, опять же, команды чуть ниже рангом играют зачастую не хуже, чем и топовые коллективы Банец у нас вайпер, банец пугна Дополнительного времени у той и другой команды, в принципе, еще достаточно Пики у нас проходят без задержек, это радует Потому что в предыдущей, в первой игре, все это длилось очень-очень долго И достаточно напрягало Банец также Энигма Четвертый бан от Осликов Не хотят ребята из команды УРАП драться В... ну, в тимфайте 5 на 5 То есть, обычно Тайтхантер дает реведж И после него сразу же следует ультимейт Энигмы А Блэк Холл, как мы знаем, переворачивает очень-очень много игр Поэтому лучше уже исключить эту ситуацию, эту возможность Задумались Ослики Скрин сидит на пике На пике команды УРАП сидит А разокью Капитаны команды, как я понимаю, друзья между собой Ну и затягивают что-то Банится Клокверк Банится Клокверк Просто потому, что это неприятный персонаж Или почему? Потому что связку под Клокверка я здесь не вижу Да, если был там какой-нибудь петух тот же самый, который у нас уже находится в бане Или же что-то, что будет кастоваться на место Тогда да В Коге, допустим, какой-то Санстрайк или что-то подобное Но почему-то банится именно Клок И... Возможно, просто Ослики что-то знают Пошло на дополнительное время Да, начинаю долго думать Конечно, двух персонажей уже сильных взяты Вот появляется первый суппорт для команды Vengeful Spirit Под связку с кем она будет выступать То есть если это будут два стана, два контрольщих персонажа То какой-то таск Тускар четвертым пиком для осликов Это заготовочка, потому что над тускаром ослики даже не сомневались, когда пикать Сразу же, как только пошло их время, пикнули тускара Большой вопрос, куда этот тускар и с кем он будет использоваться Потому что с тускаром после обновления, которое было достаточно давно Уже с тускаром можно что-то интересное придумать Вот такое Нужно тускар правильно реализовать, чтобы он был полезен для команды Забирается Патма От команды Radiant, RZQ Сейчас возможно какого-то Байна еще заберет себе под связочку подрасту, под Патму Либо свободен еще Shadow Demon, как вариант Для того, чтобы Патма уже наверняка попадала с Таном Но пока что забирается у нас Бэтрайдер Бэтрайдер в сложную линию, как я понимаю Возможно Патма у нас перейдет на роль Роумер Саппорта вместе с Shadow Shaman, Ликантроп Пока что тоже большой вопрос, куда отправиться Потому что зачастую в последнее время мы начали видеть Ликантропа в соло-мид От такой команды, как NVMI И возможно у нас Radiant перехватили как раз таки эту идею И Ликантроп отправится в мид Но Ликантроп хорош в миде против таких персонажей, как допустим Templar Assassin для того, чтобы быстро избивать Refraction А в остальном Ну даже не знаю По-моему, есть очень много других персонажей Которые достаточно хорошо стоят соло-мид И куда полезнее команде именно с мид С фастовым шестым левелом И одиннадцатым, ну и так далее В общем, прошла у нас последняя стадия бана Банец Кунка от Осликов И банец Сларк От Ураб Кто-то называет эту команду Игорем Блин Ребят, команда Игорь Ой Ну я не знаю, какую Фантазию надо иметь, чтобы придумать такое название команды Так что Я не знаю, как правильно произносить ее Вот действительно Признаюсь вам честно Из последних достижений этой команды Я не нарыл в интернете практически ничего Да, они участвуют на Старладере Да, участвуют во многих, кстати, соревнованиях Именно связанных с SLTV Именно как проектом Но в большем там Я не знаю Вчера, допустим Когда проходили игры EU региона Мы там обсуждали там Виплей, что-то подобное Еще там, Джоин Доту А команды Игорь Нигде не было Поэтому Игорь, Уруб Не знаю, как правильно называть Но В общем, в курс дела я вас ввел Фантом Ассасин Ласт пиком От Осликов Отправиться на фармить Значит, в мидл у нас отправится Тинкер Тайт Хантер Сложная линия Веншеву Спирит И Тускар Два рум-саппорта Я понимаю Будут закатываться в шарики Два стана на двух героев Контроля достаточно Дэмэджа должно хватить Потому что Венга будет постоянно рядом И с ее аурой Можно будет что-то придумывать Ну и ласт пик Арзак Что придумает Минуты еще времени есть Поэтому Над чем подумать Также имеется Самое главное сейчас не ошибиться С выбором последнего персонажа Потому что Как мы знаем Ласт пики Самые важные Сейчас мы с вами поймем Куда этот Ликантроп отправится Будь то это соло-мид Будь то это легкая линия На роли Керригера Но остается 30 секунд Затянули, ребята В Райс Кинг В Райс Кинг Опять же После этого пика Значит получается У нас Ликантроп Отправляется куда? Я Честно Я не понимаю Вот этот пик Сам по себе Но сейчас мы с вами Все увидим Итак Команда Ослик Гейминг Они же Страна Дайер Сансвит играет На Тинкере Стрелочки Фантом Асайс Направится он фармить Оби-Ван Банан Венжи Фулл Спирит Тускар Скрин И Тайт Хантер Бай Джудо Сложная линия Против них Команда Игр или Ураб На Патме играет Сема Небезызвестный Арзакю Шэдоу Шамон Суппорт команды Некто В Райс Кинг И сложная линия Будет стояться Автор лайфом На Бэтрайдере Дали ему вард Сейчас он поставит Благо не встретит Здесь никого Потому что видим Венжи Фулл Спирит Вместе с Тинкером Который кстати говоря Отправляется фармить Легкую линию Сейчас Находится в лесу Венга уже Расставляет варды Тем же самым Занимается Бэтрайдер Тускар Также будет сейчас Давать какой-то вижен Но спалит этот вард Я думаю Потому что Видели сейчас Как Тускар Сюда зашел И как потный парень Этот Тускар Не должен сюда Ставить вард Потому что было понятно Что вард здесь Должен появиться Либо здесь Либо здесь Либо еще где-то Так что нужно было Поставить вард Куда-то вот сюда Для того чтобы Не узнали Где этот вардец стоит Быстро Быстро его собьют Здесь Правда нету Как мы видим С антривардов У стороны Радиента Так Погнали смотреть Крипы вышли Какие линии Будут Вот он у меня вопрос В райскинг будет Фармящий Как я понимаю Правда без топорика Но 57 урона С руки на первом левеле Позволит ему Неплохо восхитить Тайдхантер находит Дабл дэмэдж Почему-то связка пошла От Арзекю Ару Не по таймингу Немножко Сема промахивается И с дабл дэмэджем Сейчас этот Тайдхантер Навалит Очень-очень неплохо Приходит в райскинг Дает стан Но Джуда С проем запинали В своем лесу Не скажу Что отдался Он как-то глупо Потому что Была возможность Убить Этого расту Но Вовремя подошедший В райскинг Вроде как Свел всю Агрессию на нет Тускар Также находится снизу На ботом линии Своей команды Оби-ван Банан Бегает По своим лесам Ищет бэтрайдер Который кстати говоря Увел крипов Непонятно зачем Должны его здесь догнать И я не знаю Фантом Ассайсин Который остается в миде Против Ликантропа Могла бы пойти Перехватить его Но Пока что Первый левел На первом взят Блюр Кстати говоря Интересная раскачка Фантом Ассайсин Не ожидал То что Блюр Возьмется на первом левеле Но видим что Видим Итак Откроем крипстаты Будем за ними смотреть Пока что Тинкер в легкой линии Имеет топовый крипстат 6-4 Добивает крипов Достаточно неплохо И по таурам Видим Двух из двух добил 100% ласхит Так и надо Винга бегает По Своим лесам Пытается Как-то качаться На отводах Ну и Бэтрайдер Конечно Бэтрайдер Здесь будет приятно Восхитить Учитывая Ховаль Андершока Постоянную Которую он будет Давать своей команде Но КД Конечно Большеват пока что Уликантропа На ховале Целых 40 секунд Снизу Мне интересно Вот это Добла Тускар Плюс Тайтхантер Что они Себя должны Представлять И как Эта комбинация Должна Выглядеть То есть Тускар Закатывается Вместе С Тайтхантером При этом Идет Смэш И Как я понимаю На этом все Такая себе На самом деле Комбинация Но возможно Сработает Как говорится Зайдет Не зайдет Это уже Посмотрим По исполнению Веншфул Спирит Сверху Находит руну Регенерации Оставляет ее Скорее всего Фантом Ассасин Потому что Фантом Ассасин Здесь может И попинать Пока что Своего Оппонента По линии Даггерами Которые взяты Уже на двойку Кстати говоря Джуд Вместе с Ускаром Получают крипов Под башню Получают По второму И третьему Левелу То есть Здесь все Шикарно Дабла Пока что Оправдывает себя И никто По экспе Не страдает Чтоб так сильно Так В Райс Кинг Сколько крипов 7-3 В легкой Против даблы Ну в принципе Можно было И выформить Больше Снизу Точнее сверху У нас находит Бэтрайдера Те непонятно Еще кто Кого здесь Нашел Биван Банана Заплевывает Тристака На нем Уже висит Больно Так как Биван Банану Откидывается Станом Ну хватит Ли здесь Дэмэджи Не должно Хватить Дэмэджи С Лайзера И он просто Санцвет Просто не дотягивается Сейчас Тайдхантер Тайдхантер Тем временем Получает Килл На Шэду Шамони И Сверху Как мы видим Автерлайф Ушел И Тайдхантера Здесь не удалось Разменять На расту Бэтрайдер Отдается Нейтралом Все таки догнал Его здесь Фантом Ассасин И Решил Бэтрайдер Не рисковать Отдаться на нейтралах Счет становится 1-2 На третьей минуте Встречи Пошел у нас Ховаль И возможно Сейчас Тускар Это можно принять Ну вот у Скара Есть ноу-бол Правда не успевает Он его вкастовать Под ховаль Много дэмэджа От трех героев Но это гарантированный фраг 2-2 У нас становится счет Андершок без мана Продолжает стоять Пока что в миде Против Фантом Ассасин Оба имеют По четвертому левелу А хотя нет Все то время Пока Фантом Ассасин Бегала в свои леса Пока Бэтрайдер Выигрывал время Для своего Солмид Лейнера Поднял Ликантроп пятый Ну и Фантом Ассасин Также пятый левел Поднимает Снизу у нас Началась драка Пошел Сноубол Сноубол попадает По Врайс Кингу Минус Врайс Кинг Отбивается Патма Должна что-то сделать Но сбивает И Кларити Тут же моментально Шэду Шамон Постарается убежать Пошел Смэш Не знаю достанут ли его Или нет Но в принципе Есть Айс Шердс Да Кинут Попадает по Арзакью И скорее всего Это минус На Шэду Шамоне Тем временем Да Все таки докатывается До Шэду Шамона Продолжается у нас драка Тайт Хантер получает Стан в лицо И скорее всего Не уйдет Три стика у него есть Прожимают Их Ну и Тускар должен как-то Подсейвить Джуд И у него получается Это сделать Стан Последнюю ману Тратит Врайс Кинг Последняя тычка От Патмы Минус Тайт Хантер Можно гнать дальше Тускара Но Тускар Уходит с половины хп Все это время Пока мы смотрели Видим Фантом Ассасин Получает Фраг на Ликантропе Как я понимаю Хорошо прыгнула Хорошо прошел крит Ну и собственно Реализация была успешная Счет 3-5 Сверху у нас Пока что Все спокойно Правда Шэду Шамон Пришел Ловить Венжи Фу Спирит Венжи Фу Спирит Сейчас без всего Закуп у нее Шесть слотов Которых нету Все-таки ловит Венгу Начинает гореть На Оби-Ван Банана Но Оби-Ван Банан уходит Арзекю потерял Много хп Уходит Бэтрайдера Правда здесь не отпустили Счет становится 3-6 Перемещаемся мы с вами Снова вниз Начинаю здесь прессовать Фрайскинга У него нет еще реинкарнации Поэтому очень проблемно Ему здесь будет стояться Сноубол Пошел Докатывается Иииии Ну еще пару тычек Ну давай Нет Уходит Неужели Фрайскинг уйдет Джуда пошел в погоню До конца Тем Тем временем Тускар скорее всего Отваливается Джуда есть гаш Минус Фрайскинг Но убивает Керри героев Это большой плюс Тускар тем временем Убит нейтралами Отличная игра Показываю От скрина От капитана команды И Джуда скорее всего Здесь уйдет Четыре стака Правда на нем висит Бэтрайдер может загореться Пошел пятый стак Будет ли там Ару Какой-то Ару Есть шестой стак Но просто догорит Просто догорит Джуда Да Так и есть Размены идут Это хорошо С ФТП отменяется Ну и 5-7 Ослики Выходят у нас вперед Фантом Ассасин Сместилась вниз Что-то снизу У нас прям Какие-то нереальные вещи Происходят Постоянные файты Фантом Ассасин Кстати говоря Уже с рингов Аквилла И Врайскинг Это не лучшая Для нее сейчас цель Возможно Найдет кого-то еще Но проблема в том Что все остальные Прячутся Сейчас как только Врайскинг Поднимет шестой Ну вот сейчас Пошла инициация Сноубол будет Нет Сноубол Не потребовался Ну и снова-таки Вот эта Дабла Реализовывает себя Закатываются И дэмонштамм Наносится Очень-очень много Так Что тут у реконтропа Все это время происходит Леконтроп Левел 7 Практически имеется Владмирс Уже прилетает Фантом Ассасин Обратно Помогла своим На линии И уходит Сверху Тинкер Что имеет Рецепт на Тревула 7 минута Отличный результат Санцует Не терял Времени Просто так Добивал практически Всех крипов Как мы с вами понимаем Но правда Больше Ничего Кроме Тревулов У него нет Ни Ботла Ни Солринга Ни чего-то подобного Сейчас с помощью Тревулов Он уже Готов наводить грязь Сейчас еще пофармит Несколько стаков Получит Очень много Эксп и золота Топовый крипстат На карте Поэтому Все шикарно Здесь у Санцвета Он еще сейчас Отхиляется Полетит на базу Ну в общем Знаем мы Как работает Тинкер Ну и Восьмая минута У нас Восьмая минута Тайтхантер С арканами Тускар Пока что Победнее будет Пошел Гаш у нас Из в Райскингах Не хотят ему Вообще давать Шестой левел Прилетает также Тинкер И здесь просто В Райскингах Изничтожают Лазер На двойку Делает свое дело Тем временем Размены в миде Фантом Ассасин Убивает андершоков Но никакой погони Даже сейфтп здесь Никакого Не было Минус два Также еще гонит Бэтрайдера Отсюда из лесов Кстати лес Пытался Автерлайф Пофармить Но мы видим То что все эти Крипы Угр громила Поймали все таки Автерлайфа Есть сноубол Докатываться до Бэтрайдера Минус А Тускар Да оправдывает себя Ну Базопотной Гнаться бессмысленно У нее Как никак Есть лип Да и Тускар Без маны Подошла Винга Но поймать Уже здесь Никого не удастся Пошел У нас Ликантроп Разведывать Что-то как В своих лесах Понятное дело Подставляться ему Сейчас нежелательно Принести бы ему Владмирс И как-то зайти Под смоком На Рошана Чтобы Хоть какую-то Голду своей команде Дать Тинкер тем временем Продолжает фармить Легкую линию Против него стоит Солраста Которому также Нужен шестой Как можно быстрее Поставили вард Но Но Сноубол есть От Тускара Прочекал Своим Апсервервардом Всю движуху Которая намечается Покатились на Ликантропа Да Ликантропа Не докатывается И можно фокусить Бетрайдер Бетрайдер Хватает Лассо Джуда Джуда есть Реведж Узбеет или нет Да дает Реведж хорошо Врывается Фантом Ассасин Минус Арзакью Также Джуда Скорее всего Не уйдет отсюда И можно еще Убивать Оби-Ван Банана Минус 2 В ответ на Убийство Растика Вингу Также Не отпускают Ну и Собственно Минус 3 От команды Игорь Фантом Ассасин Убегает На верхнюю линию Все это происходило Без участия Тинкера Который Все это время Фармит Фармит Крипов Плюс делает еще Стаки Не забывает Правда Сейчас у него Это не получилось Может себе Позволить Парриарм Есть Соло ринг Есть Маны В принципе Хватает В погоне Сейчас за Аликонтропом Ребята находятся Есть даггер Неужели полетит Скрин Скрин Его ж никто Не поддержал Лоу Хватит ли дэмэджа Здесь Да Хватает Фантом Ассасин Все таки Залезла в сноубол Но нужно как-то Сейвить своего Тускара Или же нет Или же нет Два стака Последняя тысячка От Бэтрайдера Минус Фантом Ассасин Хочет прыгнуть На кого-то Но никого Не видит Руну Инвиза В принципе Надо реализовывать И Бэтрайдера Надо убивать Потому что 1500 сейчас голды На руках у Бэтрайдера Если сбить ему Тайминг даггера То будет все Просто шикарно Вон Бэтрайдер Сейвовы играет Пока что Уходит как можно дальше Правда Ребята даже не знают Не подозревают О том что Фантом Ассасин Здесь ходит В инвизе Теряет Патма Отнутрить хп Но выживает Это самое главное 9-13 Счет 14-11 Минута встречи Прошу прощения Сверху Как у нас дела Раста Получил своих Змеек Наконец-таки Шестой левел Поднял Пофармить сейчас Крипов И возможно Подключиться К пушу Своей команды Нужно им куда-то Собираться И пятером Стараться драться У Тайтхантера Ревед через 35 секунд Откатится И я думаю Последуют Те же самые действия От Осли Гейминг Подму здесь Почти убили Подма Лип Хорошо По таймингу И скорее всего Уйдет отсюда Потому что Не закатиться Не подкатиться Не получится Хотя Мунлайт Шэдоу Сейчас пройдет И Тускар просто Не угадывает Направление Подмой То ли это Бэтрайдер Сейчас так засейвил То ли Еще что Но Факт в том Что Подма ушла А Скрин то попадал Шардами Своими Афтерлайф Подставился И в итоге Засейвил Андершок Бежит куда-то В непонятное место На самом деле Ну Как бы Если получится Его принять Своем лесу Потому что Скорее всего Он побежит Именно вот так То Получится убить Учитывая то Что он в форме И форма Это скоро Закончится Шейп шифт Здесь ни дагеров Ничего подобного Нету Есть Два ТБ Обсудили этот момент Сейчас ребята Тактикал пауз Понятное дело Ликантроп Заканчивается Шейп шифт Получает тут же стан Кто-то поддержит Да пошел Сноубол И Андершок Отсюда не отпустит Хороший Лазер Приговарив К таверне Ликантропа Так Ну и что Бэтрайдер 1800 С дайгером На Бэтрайдере Многое изменится То есть Будет хоть какая-то Инициация у команды Помимо В Райскенгад Который идет вперед И просто разменивается Ультимейт Будет еще и Даггер Но проблема в том Что здесь этот даггер Можно многим контрить Например Венжифул Спирит Здесь не просто так взята И если я не ошибаюсь Венга была взята На третий пик А Бэтрайдер на четвертый Так что это Такое себе дело Пошли у нас шары Автор лайфу ловят И просто взрывают Валрус Пунч Тускар Тускар делает в этой игре Очень-очень много Тут еще Ликантроп Почему-то находится Почему Ликантроп Здесь Объясните Если Если Твоего тиммейта Убивают вот здесь Ну наверное нужно Отойти вот отсюда Или Или я чего-то Не понимаю в этой доте Не знаю Почему он так Не сайлого играет Все-таки Это Керри персонаж И деньги ему Очень-очень нужны Это понятное дело Ну не разменивать же На свою жизнь постоянно Эти самые деньги Которые заработал Тут же и отдал В смоке Выход Куда-то От Осли Гейминг Постараются они Как-то принять Сейчас в Райскинг 15 стиков У него имеется Есть ли тут Сейв ТП Какие-нибудь Подмасс ТП В кулдауне Который Растов ТП С ТП Который в кулдауне Также Ну и вылетает Отсюда в Райскинг Понимая то что Драться здесь Бессмысленно Потому что помощи Никакой не последует Дайдхантер Левел 9 поднимает Себе потихонечку Имеется уже Блинк Даггер Также готов врываться Готов инициировать Тинкер Как дела у Тинкера Также имеется Блинк Даггер Ну и Боттл Понятное дело Сауринг Больше ничего нового В принципе Для 14 минуты Это хороший тайминг Всех тех артефактов Которые он уже имеет Ликантроп Продолжает фармить Свои леса Но нужно бы ему Зайти на Рошана Опять таки Под Смоком Дабы его не заметили Фантом Ассасин Готов врываться Есть конечно Вот этот хороший Обсервир Ват Который очень много Контролирует Лесного именно Пространства А когда в пике Есть Ликантроп То без таких вардов Не обойтись Так Андершока Здесь поймали Все таки Фантом Ассен Сейчас поднимет Руну дабл дэмеджа А здесь Ликантроп рядом Ну Шейпшифт Приходится прожимать Люкану И на развороте Возможно что-то попробует Бэтрайдер без даггера Не может никак прыгнуть Получается там в лицо Сноубол пошел И скрина ловит Скрина Нужно быстро убить Не получается у него это сделать Вот она Венжи фу спирит О чем я и говорил Венга Не просто так здесь взята Фантом Ассасин Пошла дальше Фантом Ассасин Может себе это позволить Есть уже рецепт на Сейнш Также есть Яша Поэтому Сейчас нашла Сему Даггер есть Прыжок есть И сейчас Не дай бог Крит с дабл дэмеджем пройдет Там я думаю Дэмеджа так под Тысячу Под тысячу Двести залетит Поймали Автор лайфа Автор лайфа Взрываюсь даггер И Я криптейт хантер Приговариваю Тут еще и с одного крита Выносит просто В рай скинга Боже что Это был за дэмедж Второй крит В рай скинг заканчивается Свирепствует У нас стрелочки Ой-ой-ой Что происходит Фантом Ассасин Во всей своей красе Тинкер Не теряя время Пушит Все свободные линии Зарабатывая на них голду Ничего нового Пока что не появляется Но выносит он конечно Очень много Иксб и голды Кстати говоря Что там По Графикам Надо бы на них взглянуть Сейчас по опыту У нас 7500 Преимущество команды Осли Гейминг По голде Также у нас Лидирует на 10к Пока мы смотрели Убили у нас Фантом Ассасин Свирепствующую Кстати говоря Что она здесь Дело непонятно Потому что Вся команда На топе Она бегала на миде Таких прощать Разумеется Не надо Да Фантом Ассасин Это понятное дело Все хорошо Но ты без БКБ И ты одна Так Ну что Пошел у нас Пуш Т1 башню Здесь конечно Не засейвить Да и Не летит никто Разменять бы ее На что-то Было бы совсем Неплохо Но проблема В том что есть Во вражеском Пике Тинкер Ликантроп Находит руну Хасты Будет какая-то Реализация ее Или нет Вопрос Тускар если что Готов врываться На самом деле Пошел Сноубол Сноубол Дотянется или нет Не дотягивается Сноубол Реведж Подцепили Андершока Смэш Будет Есть Валрус Пунч Хорошо Ну а размен Будет на Джуда Который потратил Все-таки Реведж Но с помощью Этого Реведжа Как раз таки Этот минус И был сделан Ликантропа Разменяли уже На двух Волками Здесь постарается Подстопить Конечно Оби-Ван Банана И получается У него это сделать Третий стак Пошел Автерлайф Догоняет Оби-Ван Банана И в Райс Кинг Встан на верочку Бросает 14-19 Становится счет 17-ая минута встречи Очень Активная игра Размены По всем частям Карты Вот в Антому Ассаси Нужно какое-то БКБ Побыстрее выформить Чтобы она просто Врывалась И 9 секунд Била людей Если она будет 9 секунд Бить людей 1, 2, 3 крита Допустим Даже пройдет А если пройдет 3 крита То это минус 3 героя Появляется Первый догон Ну и вот Началась Тотальная закупка Тинкер Начинает Уже Вносить Какой-то Дэмэдж Так Что у нас На миде происходит Андершок Убегает Вот проблема В Эликонтропе У Эликонтропа В том Что у него Нету Айтемов У него есть Владмирса Хорошо Куда он тратит Остальные деньги Непонятно Где Некра Хотя бы Первый или второй Вот опять На Андершока Напали Вдвоем Убили Дэмэджи хватит Последний крит Стрелочки Делают грязь Автор лайф Тоже не уйдет Потому что Сейчас будет даггер Но спасет ли Мунлайн шэдоу Его или нет Да спасает Есть даггер аут Разменивают Правда на Венжи фул спирит Но извините Менять Керри героя На суппорта Это такое себе дело Будут ли продолжать Драться Таск В принципе готов Один вард Постоянно с собой таскает Зачем Надо бы поставить его Так Сема Сейчас может подстрелять Но если что Есть лип Есть лип Уходит Не подцепили И ладно Тем временем Тинкер подпушил Ботом линию Сверху Крипы сами разбираются И увезли здесь Скрена Бэтрайдер Наконец-таки Нету венги Рядом Бэтрайдер полезен Если есть венга То Бэтрайдер У нас получается Совершенно юзлис Персонаж Нужно сейчас Стакнуть крипов Не получается Сделать Но Рэнджи Такое Тайдхантер Левел 11 На двойку Уже взят реведж Кстати говоря Который откатится У нас через 11 секунд Ребята из команды После гейминг И Нужно бы им это делать Подстрять сейчас Может Тайдхантер Но Правда Есть рядом Фантом Ассасин Будет ли реведж Но реведж Сейчас уже давать Бессмысленно Фантом Ассасин Пошла нарезать Опять же Без БКБ Она все это делает Есть Саша Яша Это конечно хорошо Там 5 секунд Получил Тайдхантер Ну возможно Не 5 Но Когда ты получаешь Шару в лицо Это все равно Неприятно Зачем здесь Летает Бэтрайдер Я не понимаю Сбить ему Дайгер Очень-очень просто Почему-то Агрессивные действия Ему нравятся Тускар собирает Барабаны Барабанов Барабаны Скорее всего Уже есть Нет Я думал Рецепт уже летит В куре Так Тинкер Дефит Топ Линию Озликом Бо сейчас По-хорошему Разбить смог И выйти Куда-нибудь Я не знаю За Т2 Возможно Поймать Кого-то Вот здесь Вот Прям вот тут Вот кого-то Либо же Выловить Опять-таки Ликантропа Который Формит Который Очень любит Формить Вот этот Спот Как раз Но Они решают Сделать проще Стараться Забить Рошана Рошана Не знаю Пойдут ли Кто-то Дефить Потому что Дефить Здесь Толком Нечем Да Бэтрайдер Выцепит Хорошо А что Дальше Здесь Есть Реведж Который Взят Уже На Твойку Здесь Есть Фантом Ассасин Который Собирает Башар Забила На БКБ Контроля Здесь Достаточно Много И не Собирать БКБ Из-за Одного Бэтрайдера Это Глупо Ну На Мой Взгляд Я Конечно ЛС Но БКБ По-моему Для Фантом Ассасин Один из Самых Нужных Приметов Которые Только Могут Быть Собираются Разменять Команды Игр Рошана На Т1 По Топу Но У них Не Получится Это Сделать Прилетает Фантом Ассасин И убивает Все Варды Фармящий В Райскинг Также Интересная Задумка Но Как мы Видим На 21 Минуте У него Ни одного Артефакта На Дэмэдж Есть Барабаны И это Все Чем он Может Похвастаться Этого Недостаточно Для того Чтобы убить Ту же Фантом Ассасин Который Уже Набирает Толстость Который Уже Наносит Просто Нереальное Количество Дэмэджа Тинкера Здесь Постараются Поймать Или Нет Шарит Не Грейдит Дагон А идет Сразу В Этериал Так Фантом Ассасин Хочет Кого-то Поймать Или Нет Но Ловит Ее Афтерлайф Есть Тут же Свап И Вот Он Бэтрайдер Говорю Живенга Если Рядом Бессмысленно Пошел Рэвэдж Рэвэдж Попадает По двоим В Райскинга Сносит С одного Крита Здесь Рядом Тускар Афтерлайф Правда Уходит Получается Стан Опять-таки В Райскинг Будет продолжать Драться Валрус Путь Второй Крит И на этом Заканчивается У нас Райскинг У которого По идее Две жизни И который По идее Должен все Это Дело Танковать Танковать Не получается Раста Мунлайн Шэдоу Подходит Рядом Вардов Нету Есть Эзершок И Уходит Раста Гринкаутом Правда Таск Пошел Уловить И неужели У него Получится Тинкер Пошел Давать Рассказ Рассказ Получается По двоим Попадает Только По тме Но Т2 Здесь Опять-таки Не засейвить Очень сильно Выглядит Сейчас Осли Гейминг Они Просто Идут И несут Все Фантом Ассасин Даже Не разменяла Свой Эгис Хотя Очень Хотела Как мы Видели Она Хотела Протанчить В Райскинга Но Райскинг Очень быстро Закончился Так Автерлайф Хорошо А дальше Брат Рошан Убит Что Что ты Здесь Забыл Если Его Идут Искать То Сделают Этап Аут Зачем Терять Так Много Времени Когда Ты Не Получаешь Ни Голду Ни И И И И И Странно Ну Ладно Так Венжеву Спирит У нас Собрала Собрала Урну Пока Что Больше Ничего Не Появляется Тинкер 2400 На руках Хочет Конечно Иглсон К себе Приобрести Ну И на самом деле Он его Получит Рано Или Поздно Вот Сейчас Бэтрайдер Вышел На Линю Что Он Здесь Делает Зачем Он Здесь Я Не Понимаю На Сам Деле Но Опять же Я ЛС Я Много Чего Не Понимаю В Мстить Получится У нее Догнать Райскинга Или нет Залетает Пятисекундочка От Патмы Все Мы Засейвил Своего Братюню И Услики У нас Смещаются Скорее Всего На Т2 По Миду Сейчас Бытолкнуть Линию Как Нибудь И Зайти Снести Тауэр В принципе Фолловый Но Я думаю Дэмэдж Будет Достаточно Тедхантер Через 10 Секунд Откатится Реведж И С этим Реведжем Можно И Тедрац Реализовывать Своё Преимущество Веншфул Спирит Снимает Вижен Мы Видим С гемом Опять же Если у тебя есть Ранняя доминация На карте Нужно её Реализовывать Ни в коем случае Не отпускать Это Такие артефакты Как Дагоны Не знаю Те же Гемы Которые Просто Мешают Сопернику Вот именно Такие Артефакты Нужно Покупать Ни в коем случае Не уходить В какой-то там Фарм Или что-то Подобное Бэтрайдер Хочет выцепить Тайтхантер Быстро Зафокусить Его убить Но Здесь большой вопрос Хватит ли дэмэджа Убить этого толстого пацана Ару Не попадает В таска Тускар Кстати говоря С барабанами Но Пойдет ли Какая-то инициация Вот Наконец-то В Афтерлайф Афтерлайф Подставился Ну боже мой Ну почему так Реведж по-двоим Здорово С даггера Взрывает Расту Расту Погибает Уходит Патма Получает В райскинг Будет ли крит Или нет Ну сейчас Прыгнет Еще раз Фантом Ассасин Минус реинкарнация И можно еще на развороте А почему нет А ну да Потому что нету БКБ Бывает Тем временем Т2 у нас сносится Схрен здесь делает Соби-1 бананом грязь И Раста приостановляет игру В чем проблема Ну минуточку просит Конечно Без проблем Тинкер 3800 Есть у него уже Этериал С Этериала и Дагон Он здесь скорее всего Взорвет любого Ну помимо в райскинга Потому что он достаточно толст 1500 хп Как-никак А всякие потмы Расты И Ликантропы Даже скорее всего Отвалятся С прокаста Кстати говоря О Ликантропе Выформил он себе Boots of Travel Не помогает своей команде Не помогает драться А выбирает сплитпуш Правильно ли это Или нет Ну Не знаю Вопрос уже К Ликантропу Так погнали Камера у меня Сошла с ума Фантом Ассасин Прыгает Сиом из Слэйр Первый удар Баш Ну что это такое Ребят Это премиум аккаунт Это премиум Заход на Т3 Ничего не боятся Уже Может помочь своей команде Также Таск у нас отваливается Будет ли погоня За Тайтхантером Не будет Но минус 2 На Т3 сделали Конечно не лучший Размен Который мог бы Получиться Но Хоть что-то Говорится Потому что сейчас Для команды Игорь Любые деньги Очень важны Если открыть графики Опять таки Опыт Уже за 12 тысяч Переваливают Осли Гейминг Преимущество По голде 15к плюс Конечно очень большое Преимущество На 26 минуте В райскенку бы Какой-нибудь Какой-нибудь артефакт На дэмэдж По типам Юрнира Или что-то подобное Не знаю Та же обратка Была бы полезна Да Обратка есть Тинкер тем временем Взрывает Ликантропа Вот о чем я вам и говорил Тинкер Может себе позволить Это сделать Этериал догон Левела 2 Ракетки Ну и волк у нас отвалился Так В райскенг делает Хорошее ТП Вовремя По крайней мере Если бы его здесь нашли То опять-таки Заход на Т3 Был бы очень удачный Для осликов Криты по 1200 Это в принципе нормально Да Почему нет Ультимейт уже на трешку взят Есть гиперстоун Скорее всего Это будут ребра Ну или опять же Вьюнир Пошел у нас пуш Фокусит Рейнжевой барак Ну и рейнжевой барак Здесь упадят Или нет Не падает Рейнжевой барак А почему вы ушли Лол Дождаться Тинкера Решили Ну как вариант Да Бэтрайдер Готов врываться Есть у него Загорелся Выцепит сейчас Сансвита И будет Свап Свап Отличный Не удается Затащить на Т3 На ХГ Свою Автерлайфа Ну и Сразу же он погибает Гейм выбили Ару залетел Там в оби-ван банана Но он уже сделал Свою работу в этом матче Просто моментальная реакция Шикарная игра От Венжи Фул Спирит Ну и падает Первая сторона Падает мид Пойдут ли дальше В принципе Т2 Стоит еще по боту Значит лучше переместиться На топ линию Или будут здесь драться Ребята У Тедхантера еще есть реведж Тем временем Сансвит взрывает еще И Шеду Шамана Прыгает дальше Выбивает реинкарнацию Из Райскинган Ну и опять же На этом погибает Гугейм Велплей Это Тарзакью Было написано 18-28 Второй матч у нас На сегодня Завершается Поздравим Осликов с этой победой Далась она им Ну достаточно легко То есть Я не скажу Что была какая-то прям Игра 50 на 50 Да в начале Может быть Когда были размены Но Тинкер 7-0 Потом Ассин 11-1 Ну Этот счет говорит